Будучи мальчиком, сейчас уже, так сказать, серьёзным мужчиной или женщиной узнают себя. Ну, следующий заезд – это Каноэ-двойки. Дистанция пока всё та же – 500 метров. И здесь вот Альсан Юрьевич у нас участвует. Вы по какой воде, Альсан Юрьевич? С Петренко тогда? По-моему, по-восьмой, если не ошибаюсь, но я могу ошибиться. Но сейчас с вами посмотрим. Вы же впервые видите эти кадры. Да, эти кадры я вижу впервые. Ну, вот сейчас посмотрим. Команда Венгрии передушает. Да, это команда Венгрии. Одна из сильнейших команд. Словакия, Румыния. Вот Иван Пацайкин, Петра Капуста. Так. Команда Поля, Польша и вы. Вот восьмая вода. Да, в красной форме, да. Ну что, Альсан Юрьевич, вот могли или уж точно не могли вы тогда? То, что произошло, сколько я ни анализировал, наверное, это анализу не поддаётся. Но обычно у нас был сильный старт. Как видите, в этом фрагменте мы старт проиграли благополучно. Да, проиграли уже серьёзно проигрываете. Серьёзно проигрываем. И на такой дистанции, как 500 метров спринтерской, отыграть корпус лодки, это уже, как бы, у таких асов гребли практически невозможно. Ну вот видите, вообще, так сказать, вы как бы цеплялись за четвёртое место, да, там вот была борьба у вас. Но вот венгерская двойка Ласла, Фолтон и Иштван Вашкутти, они вот как-то уже к середине дистанции стали лидировать. Лидировать, а вот за второе место была чрезвычайно упорная борьба между командой Румынии. Иван Пацайкин, знаменитый. Легенда. Да, легенда. Легенда грибного спорта. И Петра Капуста вместе с ним. Ну и болгары. Борислав Ананиев и Николай Илков. Вот они дрались и пытались, и пытались даже венгеров обойти. Но вот всё-таки это им не удалось, и так и спокойно. Венгры доплывают до золотой медали, потом команда Румынии и треть команда Болгарии. Ну, Александр Ильич, вы с Петренко были тогда шестыми, но как бы это уже был конец карьеры или нет ещё? Да. Это уже был конец. 10 лет, поэтому как-то надо было подумать уже о другом. О дальнейшей жизни, да? Ну, судя по временам, конечно, это далеко не самое лучшее наше выступление, потому что венгры выиграли с таким временем, с которым мы очень часто выступали на соревнованиях и на тренировках. Можно было бороться, но, как видите, спорт есть спорт. Ну, наверное...